по правде говоря у меня есть секрет что греха таить я иногда пытаюсь писать но учитывая то что я совершенно неопытный писатель и представление не имею как потом издать свою книгу то обычно я пишу в стол ну максимум на что я способна как писатель это сценарий для своего блога или для документальных фильмов но вы же понимаете что каждый пишущий человек мечтает быть автором бестселлера поэтому мне самой очень интересно узнать как написать крутую книгу и стать очень знаменитым писателем для этого мы отправимся в путешествие по миру где уже состоявшиеся и начинающие писателя расскажут нам о своем опыте как они написали и издали книгу и первым делом мы отправляемся в город амстадам к самому крутому голландскому писателю герману кофу всем привет и так в прошлый раз я обещала что тот кто угадает нашего гостя сегодня он получит замечательный подарок эта книга уйдет у нас в дубае к нашей участнице которая победила и угадала кто будет следующим гостем мы попросим герман ее подписать то есть никакого обмана это герман кох и сейчас герман кох я еще его раз потрогаю марки я сейчас вообще раз потрогаю и докажу всем что он живой с нами и в общем то сегодня он будет рассказывать все свои секреты как стать германом кохом спасибо пожалуйста да 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 однако те кто интересуется личной жизнью герману кохом могут посмотреть ее в википедии а сейчас нас интересуют совсем другие вопросы наши телезрители хотят узнать как же написать такую книгу чтобы она стала бестселлером вопрос такой практический к примеру человек решил написать книгу как более реально добиться не то что ты просто решила как прийти к цели все еще на адресе мостом пока но если твои к перестали на социальных artеках из чужих он возможно и ракции бэр Как более правильно себя организовать? Например, сделать какой-то набросок, например, я читала, что нужно расположить структуру, сделать все главы по главам и потом просто ждать вдохновение. Это было не так много, и это никогда не был мой цель. Я думаю, что это всегда очень новый продукт, и вы должны только видеть, что это будет. Но для меня, если люди хотят, могут с вами работать. Я думаю, что это много раз, 10 раз, лучше, если там есть страны, где это связано. И в Алмане, и в Канаде, я думаю, что это много раз лучше, чем в фильме. Но, несмотря на такой категоричный ответ, фильм по книге Германа Коха «Ужин» выйдет скоро в Америке, Кейв Бланшетт, если я не ошибаюсь, является режиссером. И я не откажу себе удовольствия задать Германа Коху парочку вопросов. Самый главный вопрос, который волнует меня и днем, и ночью, как начинающего автора. Откуда писатели берут свое вдохновение? ...эм... 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 ...по-сейчас... ...мegинственная карта сbeanングераallen, ...эм... ...эм... ...по-с nuo- للсеку по-конарному для вас идёт на эту карту. 多ьтесь… Например, в ресторан с друзьями и думать, что я буду делать это, что я буду делать это. И почему? Причем, я не знаю. Я часто думал, что я могу сказать, что я могу сказать, что я могу писать о моей жизни. И я могу сказать, что это очень много людей. Я тоже могу сказать, что моя мама была так, и мой дедушка была так. Но может быть, что ты видишься именно на бальзинском диске, когда дарить в ближайшее время что ты можешь легче видеть прочитать, что моя компания не работает. Или эфировщенная и впечатления даже очень много лет. Поэтому, что нет, я могу сказать, чтобы начать профессору, а даже еще большая идея поиска. Это может быть действительно 50. И то, что время я думаю, что это так, а дальше. Я всегда начинаю смотреть, чтобы спрашивать, что я хочу написать, что я хочу написать. Я не знаю, что я не знаю. Я хочу рассказать вам. Я хочу сидеть. В общем, я лежу на банке, как по телефону или блокнор. Я работаю в 9-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12. А мы временно оставляем Герман и Коха на самом интересном месте и продолжаем наше путешествие в Амстердам. Сейчас мы направляемся просто в журналистскую меку голландской масс-медиа в газету Volkskrant, или по-русски народная газета, в которой работает известная журналистка Iris Kope, которая также является очень успешным начинающим писателем, которая нам поможет разобраться во всех премудростях писательского мастерства. Кстати, маленькая культурная деталь. В Голландии принято везде и всюду ездить на велосипеде. Будь ты известный политик или известный писатель, ты всегда перемещаешься только на велосипеде. Это удобно, недорого и, конечно, инфраструктура позволяет. Привет! Привет! Садитесь! Привет! Садитесь! Я пойду на Волчсот, которая является на третьем этаже. Там все эдят管. Всяду Solutions, обсижение торцевой, экономики, спорт и в обри. Я работаю в ВосслагESatorio, поэтому я делаю на внутреннюю суп Bat�. В hearsенном с интерн Shake Я делаю это время. Я был фиксистем. Я начался с декоративной истории. Я делаю 8 лет. И тогда я думал, что это время для истории. И я пришел на то, что я пришел в книжку. Мы сейчас посмотрим, где гостер-пайс, который в книжке. И есть у меня есть личная камера. И не? Нет, нет. И есть в мире, мы не можем жить. Я скрепил, как я уже был очень много датчиков. И когда я 19-го года, я был в шрифтопрайс. И я выбрал мой релизюль из 600 визитов. И я очень рада. Я очень рада. И я очень рада. И я думал, что эти люди тоже хорошо видны, и я продолжал. Я имею в этом году в НРЦ Ханглазблад был в фуе Том. Это было Розири. Это было около 18 лет с женой женой. Это было очень много оценивать ребенку с ребенком. Это был фуе Том. Это был книг. Другие фильмы были в том, что они были проданы. Также я написал очень много фик, но более политически. Это было «The Man with a Счастье». Это говорит о Недерланд и о том, как Недерланды себя ведутся. На эти две фикции-боков, я считал, что это важно для жизни одного человека. Он был очень интересен в Украине. И в результате я встречался в Донецке, Ост-Украине. Евгений Левченко. Я встречался с ним. Я встречался с ним. И я видел его историю. Украинский муж, русский дед. Он отправился в Нее, потому что он был большой футбал-талент. И я сказал ему, я могу написать вашу жизнь историю. И это был первый раз для меня. Я работал 1,5 года с Евгений. Я проводил очень много разговоров с ним. Я встречался очень долго. Это было время, когда мне интересы в журналистике. Я думал, что я был очень интересен в другие истории. Это был Дaphne Костер. Он Недерландский футбалстер. Он является первым настоящим Недерландским футбалстером. Он взял в Недерландский футбал в карте. Он пионер, он воорвечер. И это было очень интересным. И это было очень интересным. Парганиц, по-просу, по-просу, по-моему, по-моему. Расскрепленное место для книги и можно выбрать много разных, по-моему, по-моему. Как вы знаете, что вы пишете, когда вы чувствуете, что у тебя есть слава, когда вы не написали, и вы чувствуете себя не хорошо. Хочется, что вы пишете каждый день, если вы чувствуете, что вы не можете оставить, что вы не можете сделать с днем, чтобы вы не могли сделать это. Если вы не чувствуете, то может быть не достаточно. Если человек, который пишет, вы всегда очень много критики. Это зависит от того, что это было бы. Что я для меня взялся, что есть несколько человек, которые для меня очень важны. и в которых я скажу, что критика для меня важна. То есть, может быть, моё чё, моё чё, моё режиссёры или моё режиссёры. В этих людей, я думаю, что если они мне критика, то слушаю я и попробую там что-то делать. В других людей, которые я думаю, я не знаю, что я имею в виду твоё мнение, или что ты знаешь, или что ты знаешь, или что ты знаешь, что ты знаешь. Я думаю, что я просто гляну. И я думаю, что, да, что я думаю, что каждый для себя должен определить, какой человек для тебя важно. И, да, на какой критике я хочу слушать, и на какой критике я тоже не хочу. Да, писателя, который только начинает писать, критика подстерегает на каждом углу. Неуверенность в самом себе, критика близких и друзей, да просто непонимание процесса могут надолго отбить всю мотивацию. Поэтому у многих из нас возникает логический вопрос. Из интернета я узнала, что существуют такие специалисты, которые помогают писателям в написании книг. И мне бы очень интересно было узнать, подробнее вообще об этой специальности, об этой профессии, как можно назвать. И чем конкретно такие специалисты помогают писателям, они работают не только для начинающих, не писателям, а также для них помогают им обучение книг. Действительно, на сегодняшний день существует огромное количество специалистов, которые помогут вам написать, а также помогут издать вам эту книгу. Об этом смотрите в продолжении моего фильма «Как стать крутым писателем». Мы поговорим не только о коучах, но также вернемся к беседе с Германом Кохом. Мы поговорим с профессиональными издателями и с теми, кто уже издал и напечатал свою книгу, какой же был у них опыт. Но самое главное, вас ожидает приятный сюрприз. У нас огромная куча конкурсов и подарков. Это я вам обещаю. Но это будет на следующей неделе, а значит, в 2018 году. А сейчас я вам желаю успехов с вашими всеми начинаниями. Не останавливайтесь, пишите, и все будет хорошо. С Новым Годом! С Новым Годом! Самое главное, не забудьте подписаться на мой канал. С Новым Годом!